Доброе утро. Новости на канале Хабар. В студии Жанна Ситхан. Я главным к этому часу. Сегодня начался официальный визит главы государства в Китай. Это первая поездка в Поднебесную после вступления Касым Жумарта Тукаева в должность президента. Программа насыщена встречами, переговорами и подписанием соглашений о взаимном сотрудничестве. Планируется, что к вечеру глава государства встретится с председателем Китайской народной республики Си Циньпином. С утра глава государства уже провел переговоры с членом политбюро ЦК КПК, начальником канцелярии руководящей группы по иностранным делам Ян Ци Чи. Касым Жумартукаев также принял участие в открытии шестого заседания Казахстанско-Китайского делового совета. Это диалоговая площадка, где собираются бизнес-капиталы двух стран, чтобы обсудить совместные торгово-экономические и инвестиционные проекты. С 2013 года начало старта совета между бизнесменами Казахстана и Китая было заключено больше 100 коммерческих документов, а сумма таких контрактов превысила 42 миллиарда долларов США. Сегодня Казахстан уделяет большое значение инновациям и новым технологиям в развитии экономики. Поэтому для нас очень важно использование высоких технологий в программе четвертой промышленной революции. Стратегия 4.0. В последние годы Китай подает пример развития инновационных технологий всему миру. Сейчас Казахстан ставит задачи открывать инновационные центры и IT-хабы. Тем временем Китай делает свою экономику и рынки все более открытыми. Как сообщают местные СМИ, Пекин устранил важные ограничения для иностранных инвестиций. В частности, международным фондам больше не нужно получать одобрение для приобретения квот на покупку китайских аций и облигаций. По данным Bloomberg, таким способом Поднебесная намерена повысить роль юаня и привлечь дополнительно иностранный капитал. К слову, такое решение Китая, как говорят эксперты, можно расценивать как шаг по урегулированию торговой войны США. Ведь именно американские бизнесмены давно и настойчиво требовали снять ограничения. Добавлю, очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном должен состояться в октябре. Вернемся в нашу страну. В рамках государственной программы развития регионов в Казлардинской области упразднили почти три десятка населенных пунктов. Эти меры позволили сэкономить бюджетные средства. Оптимизация коснулась сел с численностью населения менее 50 человек. К примеру, в Аральском районе таковых 8. Жителями Малых Аулов встретилась моя коллега Райхан Тажибаев. Его называют последним из магикан. В селе Саньяс на 91-м железнодорожном разъезде Сарсимбайж у Магулов живет совсем один. Бывший путеец сейчас разводит лошадей и верблюдов. С грустью говорит о прошлой жизни, которую напоминают ему остовы разрушенных построек. Раньше здесь 50 домов было. По железной дороге ездили поезда. Была начальная школа и магазин. Все изменилось. Дорогу закрыли, не стало работы. В поисках лучшей жизни люди оставили насиженные места. Последние 8 домов опустили 11 лет назад. Здесь только я. Не жалуюсь, меня все устраивает. Дети и внуки живут в соседнем селе и часто навещают. Нужно было строить новую школу, фельдшерский пункт. А на тот момент здесь уже оставалось всего 8 домов. Посчитали, что это бесперспективно. Людей расселили в два соседних села – Шамыш и Хамыстабас. Статус бесперспективного получил и аул Кумсахас. Жизнь здесь словно замерла. 6 ветхих домов и меньше 30 человек. Ни дорог, ни работы, ни связи с внешним миром. В 95-м сюда переехали. Тогда трудно было. Работы нет, семью кормить нечем. Занялись животноводством. Проблем с переездом у нас нет. Акимат предлагал переселить соседние села. И не раз. Сами отказались. Куда нам без скотины? Нам бы только воду свою и возможность передвигаться на проезжающих мимо поездах. Конечно, тратить бюджетные средства на такие села, как Кумсахас, в которых еле теплится жизнь, можно. Но чем больше их, тем меньше государственной поддержки получат населенные пункты с высоким потенциалом. За последние несколько лет в регионе упразднили 28 населенных пунктов с малым количеством жителей. Сейчас их осталось 9. И рассчитывать на будущее с высокими социально-экономическими стандартами в них не приходится. Поэтому вопрос оптимизации депрессивных сел в области остается открытым. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Айтмухамед Байдулдаев, Казалардинская область. Щебеночные заводы, расположенные в Шалкарском районе Октябрьской области, отравили жизнь целого поселка. Жители Бершагырского сельского округа жалуются, что заводская пыль предприятий, которая находится вблизи их домов, накрывает весь населенный пункт. Экологи провели внеплановую проверку и заявили, что намерены приостановить работу четырех производств. Они уже обратились в суд с соответствующими исками. По словам специалистов, предприятия нанесли ущерб экологии на сумму, превышающую 170 миллионов тенге. Виновных оштрафовали на 19 миллионов тенге. В основном предприятиям допускается нарушение при использовании пыльевылающих установок. То есть по проекту на предприятиях предусматриваются пыльевылающие установки, которые на заводах не используются. В следствии чего, нами были предъявлены данные ущербы. Жительницы Караганды рожают в опасных условиях. Об этом они пожаловались в социальных сетях. Роженицы сообщили, что в роддоме перебои со светом и водой трещины на потолке. Врачи областного перинатального центра говорят, что это временные неудобства и связаны с проведением капитального ремонта, которого здесь не было самого основания. Здание построено больше полувека назад. Перинатальный центр рассчитан на 200 коек. Будущие мамы сюда прибывают со всего региона. В год здесь принимают более 4,5 тысяч родов. В ремонт вошли такие виды работ, как монтаж электропроводки, тепло, водоснабжение системы канализации, также внутренняя отделка помещений, дверей, замена окон. В следующем году планируем завершить здание в полном объеме. Также дополнительно мы включили благоустройство территории и у нас расширится приемный покой. А вот в Петропавловске появится многопрофильная клиника со взлетной площадкой для вертолетов. Построить ее планируют в рамках государственно-частного партнерства. Инвесторы из Турции презентовали проект и до конца года обещают вбить первый свай. Земельный участок уже определен. Новое медучреждение объединит в себе областную больницу, перинатальный и кардиоцентры, а также онкодиспансер. На территории будет расположена гостиница для прежних пациентов и дом для медработников. Предусмотрена и переработка медицинского мусора. Параллельно со строительством будет идти подготовка кадров. В течение двух лет за счет бюджета на учебу за границу отправят 200 врачей. Мы будем направлять в Турцию, в Израиль и в Германию для того, чтобы они получили те навыки, для того, чтобы работать с теми новыми технологиями, новым оборудованием, которое будет стоять в новой многопрофильной областной больнице. Сегодня в столице стартует «Астана Медиа Уик-2019». Традиционно в «Казмедиа Ортала» соберутся представители медиаиндустрии, презентуя последние тенденции в сфере массовой информации. Здесь ждут и представители рекламной отрасли. Для них состоятся мастер-классы и тренинги от отечественных и зарубежных оккупера. Напомню, в прошлом году форум собрал более 2000 представителей теле- и радиоканалов в продакшн-студии из Казахстана, Турции, Белоруссии и Узбекистана. В этом году ожидается участие еще большего количества гостей. Мероприятие продлится три дня и станет крупнейшим осенним медиа-событием в Центральной Азии. Уникальной особенностью этого года стало то, что в этом году приехали представители более 20 иностранных телеканалов в зарубежных странах. То есть это из Китая, России и других стран. Они будут являться здесь основными спикерами, расскажут о развитии своей отечественной киноиндустрии в их странах и сравнят с развитием в Казахстане. В этом году мы представили не только казахстанские телеканалы, но и отечественные продакшн-студии. Историки Караганды привезли из России уникальные документы о Сакене Сейфулине. Научно-исследовательскую экспедицию организовали Хангильды Абжанов, Серик Успанов и Тимиркали Аршабеков. К 125-летию писателя о ней готовят книгу «Сакен Сейфулин. Государственная личность». В архиве города Омска ученые обнаружили характеристику общественного деятеля, данную ему во время учебы в семинарии и письменные воспоминания о нем друзей. В Алматы найдена автобиография писателя, которая была составлена в 1936 году. Все эти экспонаты переданы в Жана Аркинский историко-краеведческий музей имени Сакена Сейфулина. Архивные документы очень интересные. При их изучении можно сделать вывод, что в течение трех лет, когда он учился в Омской семинарии, на него уже шло давление со стороны властей. Мы также изучили архив колчаковской тюрьмы, откуда сбежал Сакен Сейфулин. Мы считаем, что все эти данные позволят нам открыть новые факты в биографии писателя. Продолжение следует...